Всем привет! Однажды меня попросили заснять фондюшку мою и как я делаю шоколад. Вот я сейчас делаю блины на самом деле, но подумала, что лопать блины, пока они тут пекутся, спекся блинчик, слопал блинчик, спекся еще один. Нужно подождать немножко этих блинчиков, когда напечется прилично, и зафигачить их шоколадом. А тут у меня когда-то уже топился шоколад, я достала вот из холодильника, засунула все остальное, чтобы до этого когда-то топилось. И вот он, возможно лапа будет трястись. Потому что я что-то так просто вспомнила, что я обещала записать. И возможно это хотели бы увидеть в более вменяемом, качественно, подольше и так далее, как вот я однажды делала, это чайное чаепитие типа АСМР. То если вдруг такие возникнут еще, то я конечно сделаю еще как-нибудь так, со свежим шоколадом и засниму нормально. Ну вот это вкратце, если вот, наверное, такой маленький видосик. Вот оно тут. Если вдруг потряслось, то я слегка его тут ставила. В общем, можете пока понаблюдать за свечкой, а я пойду пока переверну блинчик. Вообще тут из свежего шоколада только две конфетки черного шоколада от Влада. Я его подальше может оставлю, чтобы его видно было. Вот у меня тут как бы это все не упало, потому что у меня тут идет код. Вы-то его не видите, а он-то сзади идет. Ну какой замечательный у меня все-таки этот маленький настольный штативчик. Так, покрутил, и он вот стал. Да, кстати, фоном это вот микроволновка тут. Тише свали со стола, а? И то, что там, возможно, фоном становится. Слышно, это вот блин мой, чайник у меня греется. Ну, наверное, да, придется, скорее всего, какой-нибудь отдельный такой медленный под настроение, а не спонтанный обзор делать. Классик вот точек шоколада, заснимать, монтировать и тому подобное. Это я вообще максимум там чуть-чуть в начале или где-нибудь срежу. Или просто пропущу на другой формат, потому что Ави на YouTube не очень хорошо заливается. К тому же надо будет показать, как оно вот кашится. Не то, что кашится, но такое кремовое становится, жиденькое. Но тут хотя бы вы увидели фондюшку. Когда мне ее сестры на 8 марта дарили, я очень удивилась, что это. Они сказали, Лёля, неужели ты не знаешь? Я говорю, неужели это аромалампа большая? Они говорят, это фондю. Мы с одноклассикой вообще с разными знакомыми девчонками, но и не только девчонками, компаниями топили. Короче, там и сыр, но в основе шоколад. И с какими-нибудь пироженками можно, и с булочками, с фруктиками. Я даже, может, покажу вам немножко блинов. Ну, если, конечно, вы слегка слабонервные, а сейчас насчет весны у вас обострения, то лучше не смотрите. На эти блины, мало ли, что у меня с блинами как-то всегда сложно. Но сейчас они вроде как меняемые пошли. Я даже, наверное, сюда тарелочку принесу. Кот у меня блины не ест, но стабильно все пытается унюхать что-то. Кота даже могу вам потом сказать. Тарелочку, конечно, я взяла не ту. Изначально она глубокая, но с другой стороны. Какая разница, куда ложить. Вот блинчик. По-моему, вполне себе нормальный блинчик. Я сначала забыла посластить, потом посластила, потом оказалось мало. Потом еще, потом уже оказалось нормально. Могу вам котика показать. Пока я тут соображаю, как приподнять. Котик не хочет, чтобы его снимали. Что ж, досада. Зря поднимала эту самую. Но зато, может, у нас там что-нибудь растопилось? Нет. У нас все на том же уровне, к сожалению. У меня еще к ней палочки есть. Но я про них забыла. Я же не думала, что записывать буду. Вообще, это все спонтанно. Если скрипнула, что этот кот в ванную пошел. Короче, есть еще к ней палочки. Потом отдельно как-нибудь созрею полноценно и запишу. Ну, вы можете меня попинать. Хотя, возможно, сейчас попробую принести палочку для пандюшки. Вот она у нас. Вот такая вот палочка. Сейчас попробую подольше ее отставить как-то. Вот она. И вот на каждой такой, вот здесь зеленая, потом есть красная, синяя и желтая. Четыре вот таких палочки. На четыре человека рассчитано. Вообще, когда у меня одно время было много шоколада, а что-то ничего не хочет, боишься, что он до срока годности не доживет. Точнее, срок годности приближается, шоколад не естся. Я его топила. Там чуть-чуть на дне более-менее пожижало, жиденькое стало. Ну, относительно жиденькое, конечно. Вот оно. Ну, наверное, усё. Как-то так вот, спонтанное совершенно видео. Усем спасибо, если досмотрели до конца. Усем пока.